Вот задают интересный вопрос. Прошу отдельно на вашем канале ответьте на вопрос. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, истреблю и так далее. Как может Господь раскаяться и перед кем ему кается? Может быть это просто перевод не тот? На самом деле там достаточно корректный перевод, но суть здесь такова, что Писания обращаются к нам по уровню нашей способности воспринимать вещи Писания. И человеку иногда, допустим, Ешуа когда учит, он говорит, если глаз или там рука соблазняют тебя, то есть если ты завистлив или ты распутен, то выколи глаз или там отрежь руку твою. Это не значит, что он буквально предполагает это. Есть такое выражение гиперболизация, преувеличение. И в раввинистической проповеди такие вещи часто используются, чтобы усилить и показать эффект. Или есть подобное место, которое говорит, я видел Господь шел в багряных одеждах и спросили, что такое? Он говорит, я топтал виноградник. Это образы, так же как образ раскаялся. Просто небесные выражения, они не вместимы в нашу голову. Но чтобы показать человеку, что он ответственен, что Бог готов наказывать, если человек грешит. И это не значит, что Богу нравится наказывать, но он сделает это, потому что человек приступает к какой-то уровень дозволенности. Помните, с Даниилом была такая ситуация, когда там в книге Даниила описывается, на стене вышла рука, написано, ты взвешен, найден слишком легким. Никто там не взвешивал этого царя, но его дела, записывающиеся в какие-то божественные книги, источники. Опять, это не такая книга, как это священное писание. Это, возможно, какой-то другой накопитель информации. Но там происходит моментальная оценка. И как суть, здесь сказано, что вы должны поступать правильно. А как он раскаялся, посожалел, был расстроен этим. Я думаю, что это просто выражение, чтобы показать человеку о существующей проблеме. И что последующая реакция Господа Бога будет неотвратимой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова